Жители республики приглашают на вакцинацию против гриппа. Для того, чтобы сделать профилактические прививки, сейчас самое время, говорят медики. На улице тепло, нет большого подъема заболеваемости, плюс иммунитет успеет сформироваться до сезона простуд. О том, что наше здоровье и здоровье наших близких в наших же руках, еще раз напомнили в одной из столичных поликлиник. Также мои коллеги узнали, какие вирусы будут наиболее активны в этом сезоне. В поликлиниках уже сейчас достаточно многолюдно. Эпидподъем еще не наступил, а сезонные вирусы постепенно начинают атаковать. Есть информация и о новом штамме коронавируса. В республике Мариел отмечается рост острых респираторных заболеваний. Наиболее злостными штаммами продолжает оставаться новая коронавирусная инфекция и вирус гриппа. Новая коронавирусная инфекция – это представители штамма омикрон. 99% в республике Мариел выявляется подвид омикрона кракен. Ну и 1% – это новые подвиды этого вируса в продолжении линии Биа-2. Проявления, как у обычной простуды. Заложенность носа, конъюнктивит, боль в горле. Куда более серьезное течение, по прогнозам специалистов, следует ждать в этом сезоне от гриппа, особенно от штамма H1N1. На сезон 23-го года ВОЗ прогнозирует 4 штамма. Это 2 штамма гриппа А, свиной грипп, птичий грипп и 2 штамма гриппа Б. Дети будут прививаться вакциной ультрекс-квадри. Все эти 4 штамма входят в эту вакцину. Грипп – это такое серьезное заболевание. Это капилляротоксикоз, то есть поражаются сосуды всего организма. И не надо думать, что это слишком легкое заболевание, просто банальное ОРВИ. Последствия могут быть тяжелыми. То есть может быть пневмония, могут быть какие-то отек легкого, может быть даже заболевание головного мозга. Поэтому прививаться обязательно. Оттягивать вакцинацию не стоит. Профилактическую прививку лучше сделать до наступления холодов и роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. Это позволит в случае заболевания легче его перенести. Прививки от гриппа делали. Конечно, каждый год делали. В этом году еще не успели. Ну, возможно, постараемся после болезни. Переносили хорошо, серьезно не болели зиму. Всей семьей хорошо проходили. Никаких серьезных заболеваний не было в этот период. Подумать о прививке в первую очередь рекомендуется пожилым людям. Их иммунитет в силу возраста и сопутствующих заболеваний снижен. Они легче цепляют инфекцию и тяжелее ее переносят. В зоне риска и люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация необходима школьникам и студентам. Именно из детских и молодежных коллективов зачастую и начинается очередная вспышка инфекции. Напомним, сделать прививку против гриппа можно в медорганизации по месту жительства. Вакцинация может быть и выездной по месту учебы или работы. Залог успеха в коллективном иммунитете. Поэтому привить от гриппа в республике в этом году планируют порядка 70% детей и почти столько же взрослых.